Давай, очухивайся, плыви, давай, 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 во, 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 сейчас приплывут акулы и сррут тебя, если ты не будешь плыть. Все, пошел, пошел. Всем привет, это опять я, и сегодня в моей лодке многолюдно. Это семья из Красноярска, Варвара, Артем, Галина, Денис. Так, Дениса не отвлекаем, он рыбачит. Продолжаю цикл рыбалка с гостем, ребята приехали к нам на Сахалин, я так понял, уже в третий раз же? В третий, да. В третий раз на Сахалин, и вот сейчас мы с ними вместе рыбачим, покажу что да как. Галя поймала голубого окуня. О, Денис поймал самца зайцеголового терпуга. Так, Денис, сможешь сам отпустить? Так, а мы сейчас этого окуня в бокс, потому что терпуга мы не берем, он червивый, а вот окунь всегда чистенький, мы его берем и едим. Так, кто там? По-моему там дуплет. А нет, там триплет, три рыбы сразу. Так, терпуга берем, это южный одноперый терпуг. Так, вот сюда его, маленького окуня отпускаем. Большого окуня берем. Знаете, мы используем детский труд. Истязаем детей непомерно тяжелым трудом. Заставляем детей тягать тяжелющую рыбу. Не, на взрослых-то нам все равно. Взрослые пусть пашут. Так, ну-ка. Варвара, ты прирожденный рыбак. Да, три штуки сразу. Опа, а нет, четыре, 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 четыре. По-моему это надо сфотать. Галя, фотай. Нет, 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 да-да-да, правильно делает. У человека стержень. Ни я не буду помогать, ни мама не будет помогать. О, уже недолго тянуть, Варвара, совсем чуть-чуть. Все, остановись, удочку вверх поднимай. Так, ну, три штуки, Варвара. Было и побольше. Поднимай удочку выше. Оп, все, перехватил. Ну, не крупные, будем отпускать. О, Денис поймал Билайна. Билайн это северный одноперый терпук, вот такой вот желтый. Варвара, терпи, терпи. У тебя сегодня день такой, день такой сегодня. Все, готово, поднимай. О, вот этого даже возьмем в лов. Отлично, отлично. Кто там у тебя еще? Ну, два одноперых терпуга и один окунь. Одноперых терпугов берем в лов. Окунь маленький отпускаем. Подними, пожалуйста. Да, вот сеточку подними. У нас смена караула. Ну, Артем, мы все ждем, когда ты наконец-то сменишь всех на посту. Все, слегка. Ну как, ты же должен тоже, вот Варвара порыбачила, а ты? Я не хочу. Прям вообще не хочешь? Нет. Артем, ты в Охотском море. Ты не будешь в Охотском море, ну как минимум еще год. Поэтому, по-моему, тебе самое время. Когда мне будет лет 35, я буду. 35 лет. Когда тебе будет 35 лет, дедушке Боре будет 70. Даже уже 72, по-моему, дедушке Боре будет. 72 дедушка Боре не гарантирует, что поможет тебе здесь. О, как развеялось хорошо. Туман потихонечку уходит. Все лучше и лучше видно. Тут у нас проблема. Галя сдалась, еще не протянув и пары метров. Галя, Варя тянула и не жаловалась. Стискивала зубы и волокла. Слушай, ну что-то хорошее сидит, видимо. Либо их несколько. Так, все, остановись. Стоп. Ну, по-моему, 4 штуки, 3. И все крупные. Очень хорошего размера. Очень хорошего, Галя. Очень хорошего. Хороший терпук. Берем. Открой. Опа. Аэль, смотри, Галя, что ты наворотила. И это только один. Там еще второй такой же. Просто смотри, какой монстр. Да не, я его сейчас туда не положу живым. Я его сначала спущу с него кровь немножко. А вон там еще второй такой же. Тварина. У нас тут коротенькая санитарная остановка. А я тут, как всегда. Эта водоросль называется Алария или Алярия окаймленная. Окаймленная это потому, что в самом основании у нее вот много маленьких таких листиков. А остальная она вон продолжается. Во. Ну. Сколько в ней? Раз метр. Два метр. Три. Четыре. Ну. Пять метров. Она сейчас уже не особенно вкусная. Разве что только сушить. А вот по весне она вкусная. Вот просто так вот грызь. Хотя нет. Я приврал. В принципе сейчас тоже на вкус неплохо вышло. Ммм. Вкусненько. Надо ребят угостить. Туман помаленечку рассосался. Мы сидели как ежики в тумане. Стал вот виден маяк Тонин. А у Варвары клюет. В принципе вообще без изменений пока. Меньше чем дуплет не приносит. Так. Мы уже набили полный чемодан рыбы. Нам как-то уже особенно много не надо. Вот этого я возьму. Уже нормального размера. Но мы сейчас по-хорошему уже и окуня терпуга поймали достаточно. Нам нужно еще Варвара. Одна треска и один ментай. И в принципе все. Заказ помогал. Хорошо? Хорошо. Все. Договорились. Артем. Поел бы рыбы на берегу. Чуть эти булки. Вот пилькер опускаем. Видите дети? Смотрите сколько рыбы. Смотрите. Вон рыба начинает. Видите? Рыба начинает бегать. Вон смотрите сколько ее. Смотрите. Вон это все рыба. Видите? Собрали вокруг себя стаю. Сколько много? Кто-то есть. Что-то у нас зайцеголовы поперли. У тебя получается уже второй зайцеголов подряд. Самка. Зелененькая. Красота. Поздравляю. Это треска. Ну конечно не треска. Это тресочка. Берем или отпускаем? Берем или отпускаем? Ты что жареная? Какая вкусная. Давай вот сюда. Тянешься нет? Ну мои поздравления. Ты раньше треску не ловил же? Первый раз. Вот. Чую ментай. Мои поздравления. Твой первый ментай. Тихо-тихо-тихо. Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Опа. У-у-у. Это глазик. Это ментай? Да. Да, ментай. Вот такая вот рыбка. Поздравляю ментайчик. Мы тебя ждали. Ты пришел. Получается две трески. Один ментай. Уже как бы. Уже успех. Ну и одного ментая я проворонил у самой лодки. Я обычно, когда с гостями в лодке, я обычно не ловлю. Но тут все устали. И одна удочка освободилась. Это я говорю как бы с укором. Так. Девочки устали. Кто-то крупный подсел. Ну так, по сопротивлению похоже на бычка. Сейчас посмотрим. Да. Это бычок. Это несомненно бычок. Это хороший такой бычара. Просто башка из воды на меня смотрит. Так. Ну здорово, братан. Опять ты. А это опять я. Какая радость. Ох, рожа, а. Страшен да неузнаваемость. Не прожорлив. Ну все. Наблюдайте. Аккуратно у него вот здесь вот рога. Они костяны. По пальцам постучи. И можно вот так. У меня здесь тоже кость. Он прям везде деревянный. Он деревянный? Ну, костяный. А теперь если заглянуть к нему вон туда. Видите? Вот бугорок зубы. Вон бугорок зубы. И вдалеке тоже плоская такая штука. Зубы. А вот там вы уже дальше видите дырка. Это желудок. То есть он у него. Он настолько прожорлив, что у него сразу все ведет в желудок. Так. Ну его мы отпускаем. У нас тут он никому не нужен. В Красноярске боюсь, что нет. У нас тут это маленький этот. Я тащил ментая. По дороге ментай что-то одно время затрепыхался. А потом резко пошел легко-легко. Акула отожрала. Акула отожрала всего ментая. Ментая отпускаем. Да, ментая мы отпускаем. Вот еще живой он ртом двигает. Офигеть. Эх, акулы, акулы. Ну прям как чисто сработано-то, да? О, кто-то хороший зарядился, а. Может крупный ментай. Может треска. Вот интересно, сейчас акула будет его жрать или нет? Я все-таки дотяну и посмотрю на эту рыбу. Или акулка слопает его раньше. В этом плане такая, знаете, пищевая конкуренция. Ты ловишь рыбу, акула тоже ловит рыбу. Но акуле проще сожрать твою, чем ловить свою. Так, ну-ка, кто там? Ой, это что, это акула? Прям под нами. Акула, вон она. Она сожрала, вон она сожрала рыбу нашу. Офигеть. Это треска, это хорошая крупная треска. И акула только что на наших глазах просто отъела половину трески. Офигеть. 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 Просто на глазах от живой трески акула отожрала кусок. Да уж, ну, размер был где-то метра под три максимум. Где-то до два с половиной. Нет, Артем, не отпускаем. Я, во-первых, надеюсь, акула нам не отгрызла же печенку. Мы печенку съедим. Две рыбы нам уже акулы отожрали. Денис, он тащит еще какую-то рыбу. Нам вот сейчас всем интересно, придет ли акула и эту рыбу жрать. Акул, скорее всего, несколько, не одна. Они сюда приходят толпами. Они пасут стаю ментая. Так, ну-ка, что тут у нас? Все в напряжении. Акула, акула, акула. Блин, вот она, акула. Акула? Акула. Скорее всего. Значит, как ненормально. Мы не распряиваемся пока что. Так, 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 ты ее... Легкость. Все, легкость? Отгрызла. Опять что-то? О, вон она, вон она! Проскочила! Она села у меня. Офигеть! Я не заметила! Потом я скину. Вот она, вот она, вот она! Точно, опять! Тихо, снасть-то подними. О, она огромная! Подними снасть, Денис, подмотай снасть. Акулящая, конечно, что надо. Вот предыдущая была меньше. Это где-то, ну, треха. Хорошая треха по размеру. Я боюсь, наверное, сидеть рядом с соседями. Не бойся, Варя, акула в воде. Ты в лодке. У тебя все будет хорошо. А ты давай повторяй. Хотя нет, в целом нет. Не повторяй, не надо. Посмотрели на акул. Поехали домой, пожалуйста. Мне еще надо попросить вас вот так показать. Руки не трясутся ли? Я не покажу. У меня нет. Вот, молодец. Остальные нервы. Была акула, он спал. Вот, я несу сумку с рыбой. Денис там уже колет дрова. Артем как не рыбачил лодки, так и сейчас не собирается. Это, как вы понимаете, арендный домик. Я обычно, когда останавливаю здесь, я арендую вот этот. Он побольше, попросторней. Ну вот, ребята взяли этот. Так, сейчас, что там у нас? Морской галечкой отсыпано. Красота. Горячего копчения, Денис, будем? Да, будем горячего копчения на ольховой щепе. На ольховой щепе. Так. Привезенный из Железногорска. Из Железногорска? Да. Господи, откуда только щепы-то? Слушай, я здесь, как я понимаю. Вот наша рыбешка. Это уже разделанный улов. Терпуги, окуни, ментай и треска. Ну и даже вот треска, где акула кусок отъела, это муха морская. Даже вот треска недоеденной акулы. Так что мы будем доедать за акулой. Денис разжигает костер. Мы снарядили шарабанчик. Шарабанчики. Два окуня и один одноперый терпуг. Терпуг южный, а другой одноперый терпуг северный. Будем их вживую сравнивать. Кто вкуснее копченый. А я вдобавок к печенке решил пожарить тресковых и ментаевых брюшков. Пока только брюшки трески. Брюшкам ментая пока места, наверное, не хватит. Так что они следующие на очереди. Печеночка-то уже на подходах. Вот у нас закоптились терпуги и окуня. Вот здесь вот на тарелке два поменьше это ментаевые брюшки. Два побольше это тресковые брюшки. Вот здесь тресковая печенка и маленькая треска. Артем, ты перебиваешь себе аппетит. Ты посмотри, сколько всего рядом. Рис он ест. Будешь потом вспоминать, как это. Ну что, господа и дамы, давайте пробуйте поочередно все. Я сейчас сюда. Давай вспомним, где билайн терпуг. Билайн вот. Вот это, да? Такая обычная вилка. Рыбу едят, разумеется, руками. Поэтому видишь, даже цвет мяса разный. Вот южный 1 пюре терпуг. Вот северный 1 пюре терпуг. Вот это что-то с чем-то. Нежнейшее мясо, блин. Вообще. Космос. Иди попробуй. Пуще. Ты камерами выключишь. Тома, на, попробуй. Обалдеть. Варя, ну как на вкус? Вкусно. Как нежно. Так, теперь окунь. У него совершенно другое по консистенции мясо, оно плотное. Он другое. Дамы, господа, пробуем окуня. Обалденно. Это что же окунь? Это брюшко. Дамы и господа, давайте выпьем. За Сахалин. Я в него влюбился. Спасибо тебе, Борис, за это. Я всегда рад помочь людям влюбленным Сахалин. Вообще, спасибо. За поездку. За время, потаченное на нас. Вам спасибо. То, как вы восторженно отгоняли акулу, это дорогого стоит. Ну, это было весело. Аттракцион. Так. Слушай, ну терпуг я просто у вас... Брюшки, брюшки, оставь в покое терпуга. Брюшки. Ментай. Треска. Где ментай? Вот ментай. Вот ментай маленький, треска большая. Вы мне скажите, главное... Не-не, с кожей, с кожей ешь. Естся с кожей. Кожа полезная, вкусная и крутая. Естся с кожей. Вы мне, главное, скажите, похоже на того, что был в магазине? Вообще, совсем другой вкус. Нежная. Вкусная. Насыщенная. Сейчас буду пробовать треска. Варя, как тебе треска? Ты треску сейчас ешь. Вкусно? Очень, очень. Это тресковый воротничок. Я его называю галстучек. Ну, так вообще, по-хорошему называется колтык. И к колтыку брюшка. А это вот, правильно. Ребенок-то молодец. Ребенок перемену рыб делает постоянно. Самое приятное, что вы эту рыбу сейчас заслужили своим потом и кровью. То есть вы ее выстрадали. От этого она должна быть слаще. Ну, про Артема я уже молчу. Да мало то, что не едок. Рыбу не ловил. На лодке спал. На столе рыбы. Он есть трес и огурец. Не-не, рыбка с огурцом. Ну и главное. Рыбы почти не осталось. А курица осталась. Ладно, шучу. Это лучшая похвала для этой рыбы. Она почти кончилась. Вкусно же? Шедеврально. Ладно. Всем пока-пока. До свидания. Ну, скажите, до свидания. До свидания. До свидания. Пока-пока. Ну и маленький по скриптум. Учу суровых сибиряков сушить ульву. Увезете с собой в Красноярск. Будет там есть и вспоминать. Вспоминать про Сахалин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Конечно. Редактор-пока.